Привет, меня зовут Илья Барами, я из группы Ёлочные игрушки, а также участник групп Twitch Company, самое большое и простое число, Пес и группа, ну, хватит. Вот, а это передача Мирона Setup for Life, то есть в переводе на русский это будет оборудование используемое для живых концертов, ну и как бы и для концертов и для жизни, двоякий смысл. Вот, ну и я могу сейчас показать, собственно, то, на чем я работаю в студии и концертах. Первый, самый главный инструмент для меня это драм-машина, собственно, он же и последний, потому что на концертах Ёлочных игрушек я использую только драм-машины. Ну, а вот драм-машина, вот это тоже драм-машина, в принципе, как бы такая же. Изначально у нас была вот эта, то есть ей она у нас уже там 15 лет, вот. А потом мы купили вот эту, это более старая модель, ну, по размеру видно, лет на 10, наверное, отличается. Вот, но и звук у нее более хороший. Послушаем? Да. Ну и самое главное, что у нее очень много выходов. Ну, я не знаю, там какой-нибудь, какой-нибудь сам. Это уже присяд, да, какой-то? Ну, это вот наша песня. Вот, тут в чем ее прелесть, эта игра машины, кроме звука? В том, что у нее, вот можешь здесь показать, у нее восемь выходов индивидуальных и, как бы, еще два мейна, то есть всего десять выходов из драм-машины. Естественно, вот в таких маленьких драм-машинах десять выходов тут быть не может. Тут вот максимум четыре, вот тут всего два, как бы. Это удобно для лайва, да? Ну, в неких конфигурациях, да. В общем, старые драм-машины так и делали. Там, допустим, у нее десять звуков и на каждый звук свой выход. И, как бы, ну да, то есть вот, как бы, ты слышишь сейчас бочку, вот она у меня бочка в отдельном канале на пульте. Я могу там крутить на ней квалайзер, как бы, там, нареживать эффекты. А, то есть прям пультает этот эффект? Ну, да. То есть, и, как бы, это все у меня не задействует все остальные инструменты. Вот я потихоньку, там, достал, там, не знаю, как этот инструмент назвать. Понятно. Я потихоньку открываю. Так, вот эта обработка у нас используется. Сейчас ее надо настроить. То есть, сначала идет с этой штуки сюда, потом туда, да? Потом уже на динамике. Ну, вообще они, сейчас я расскажу вам отдельно, потому что это важно. Ну, вот. Вот можно, как бы, это все закрывать здесь, там, на пульте монтировать. У меня вот остался один бас. Почти один бас. Вот, ну, и, собственно, как бы, наши концерты, вот последние, там, не знаю, лет шесть. Это вот эта драм-машина. Ну, и Саша играет на синтезаторе. Синтезатора сейчас нет, у него дома. Ну, как бы, вот все, что мы используем для концерта. Значит, ну, коммутация, в принципе, это важно. Может быть, это технически слегка сложновато для совсем уж новичков. А для тех, кто знает, это слишком просто. То есть, такая информация. Вот там, допустим, вот у нас бочка выходит из шестого канала, приходит вот сюда. Вот. А в пульту подключена вот эта обработка. Это, собственно говоря, две обработки. Вот так вот ее можно поделить. Вот это вот дилей, допустим. А вот это вот ревербератор. Вот. И, соответственно, у нас есть два AUX, два отбора сигнала с каждого канала на пульте. Один дилей, второй ревер. Да, один дилей, второй ревер. И он возвращается вот как бы через вот эту вот штуку, вот return. То есть, это возврат сигнала. Мы отбираем на пульте сигнал немножко в обработку, обрабатываем. Обработанный сигнал приходит обратно в пульт. Вот. Поэтому я могу, вот у меня две независимые обработки. Я могу там, ну, на каждый канал тут дать много ревера, тут мало, чуть-чуть. Тут не давать ревер, дать дилей. Как бы, ну, какая-то комбинация у меня есть двух эффектов. Ну, чего мне хватает для концерта. Креатив как бы идет нормально. Ну, да. То есть, это какое-то взаимодействие, которое, ну, пальцами ты делаешь. Ну, то есть, что для меня важно. Мышка не очень удобна. Ну, да. И как бы... Именно на железе ноутбук не используете, да? Да. Ну, это вот последние пять, там... Может, больше лет мы ничего больше другого на концертах не используем. Только драм-машина, пульт, обработка и синтезатор. Все играется вот таким вот способом. Так. Что у тебя тут еще интересного? Вот. А в студии... Можно делать все, что угодно. Ну, на самом деле, ну, и альбом мы точно так же записали. То есть, ну, как бы, последний альбом, да. Он вот как игран, так и был записан. То есть, ну, и основная проблема была именно в том, что... Вот песню ты там включаешь, и как бы, и... Вот это вот все, оно на концерте прям звучит. А когда ты их, как бы, играешь вот здесь, в студии, при вот таком тихом звуке, как бы, ну, не звучит. То есть, вот, у нас, собственно, задача, на которой много времени ушло, чтобы... Одно и другое было, соответственно, адекватно. Гармонично. Ну, да. Вот, у него вот кнопка заедает. Понимаете? Старая штука. Штука, да, очень старая. Причем, ну... Сколько ей летом? А фиг знает. Ну, я думаю, года 90 какого-нибудь второго. А если есть у него. Так, тут нет ничего. МК-2. Не, года не пишут. Они вечно. Ну, понятно, короче. Нафига. Вокол 20 лет. Ну, да. Ну, вот ранее Фикс Твин вот на этой писался, коробке, точно. Ну, как бы, я по звуку узнаю у него. Ну, карты какие-то интересные. Ну, я их не видел никогда. Нет, год тут не указан. Ну, я думаю, там 91-й, там какой-нибудь 93-й, может. А еще, ну, он достался по дешевке без блока питания. Мне сказали, что да блок питания ты купишь, это как бы просто. Вот. А потом оказалось, что у него какой-то очень сложный блок питания, который, ну, другие не подходят. И мне вот эту вот коробку за 5 тысяч спаяли в институте Дальсвязь. Потому что никто больше не брался там. Короче, я забыл, как называется тип питания. Который предусмотрен для этой драм-машины. Но вот все говорили, ой, нет, это как бы то ли импульсный, то ли он какой-то там. Ну, не важно. Короче, это какая-то сложная штука, да. И поэтому вот это вот, ну, как бы там, все сделано вручную. Интересно. Вот. Ну, пока живет, пока, как бы, ну, уже много лет не позволит. Так, ну что, перейдем к другому, чем здесь? Ну, давай. А тут, собственно, что другого? Другого вот как бы сейчас осваиваю только вот эту вот штуку. Ну, это сэмплер. Очень удобная, хорошая штука. Ну, то есть, эти звуки все, это сэмплированные барабаны. Ну, это очень распространенная коробка. Сюда можно любые сэмплы загрузить, что угодно записать. Ну, она будет, там, человеческими голосами, там, синтезаторами, вот. И, в принципе, ну, на ней можно на одной музыку писать. То есть, это такой прибор. Там внутри можно собрать все, всю программу целиком. И, там, любые партии, любые сэмплы. Очень удобная штука. Ну, вот эту я уже показывал. Это наша, там, первая драм-машина, в принципе. Но мы раньше использовали ее все время. И потом нам сказали, что вообще эта модель для... Используется для тренировки гитаристов. То есть, это, типа, такая штука подсобная. Ее, как инструмент, особо никто не воспринимает. Ага. Про пульт чем-то скажи? Большой другой. Пульт? Ну... А что про него рассказывать? Да нет. Какой он большой? Не, ну, в него не помещается все. Он приходится делать, как бы. А, то есть, этот не справляется один, да, такой? Нет, не справляется. С вашими задачами? Ну, как бы, тока-тока. В принципе, больше уже ставить некуда. Меньше. Ну... Меньше точно не подходит. У него хороший, как бы, эквалайзер параметрический. Ну, то есть, это, в общем, простой концерт. Концертный, на самом деле, пульт. То есть, у него вот эта вот ручка там. У него выходной эквалайзер, которым мы не пользуемся. Просто, ну, он маленький, компактный. У него есть неплохой. Ну... У нас тут... Красиво, красительно маленький. Ну, да. Наш первый пульт, электроника, WM, по-моему, 12. Он был на этих самых... На пятерках. Ну, вот как MIDI-кабель, разъем пятерка. То есть, у него входа были вот на таких вот штуках. У него было 12 каналов. Он был вот такой. Потом у нас тут стоял пульт, на котором якобы писалась группа 0. Вот. Вот это вещь с историей, в принципе. Ну, у него два патрометрических эквалайзера было. Ну, как бы, хороший пульт. Но уж очень огромный. То есть, его вот в квартире прям негде было поставить. Когда мы в гараже записывали, ну... Там еще можно было эту грабину поставить. То он на стол не влезал. Ни в камеру не влезает. Мы его ставили к этому самому столу на пол. Хорошо. А здесь вот у вас... Как что происходит на этом пульте? Ну... Откуда здесь что? Куда? Для чего? Как на всех пультах, тут все просто. Ну, и конкретно у вас, как бы, для чего его исправить? Ну... Нет, и что? Вот, как бы, вот... До сюда... Нет, вот до сюда. До 12 канала. Это подключена саундкарта. То есть, у нее 12 выходов. Ну, и вот, как бы, мы сводим... Ну, вот там, когда записывали... Там, допустим, PSY Group, живая группа. Вот. Все эти каналы задействованы. Ну, вот у меня, кстати, там... Так. Ты юзаешь какой? Проект. Ньюэндо, да? Ньюэндо, да. В основном Ньюэндо, да, используешь? Исключительно, да. Ну, то есть, мы начинали работать с Cubase. Вот. И поэтому, ну, то есть, это Штейнберговская программа. И, ну, как бы, в принципе, больше ничего не надо. Ну, то есть, раньше, когда у нас не было синтезаторов, вообще ничего не было. Ну, мы использовали разные программы. Сейчас только Ньюэндо, ну, в качестве многоканального магнитофона. Угу. Собственно, вот каждый... То есть, он просто записывает каждый канал, да? То есть, и вот, как бы, вот треки, и вот он их воспроизводит. То есть, вот, как бы... Вот у нас саксофон. Вот у нас бас. Вот у нас бочка, там, вот у нас гитара в два канала. А зачем два? Две разные гитара? Вот это, это чистый канал. Это писали микрофоном с комбик, а это писали Air. Ага. Ну, а, ну мы его не слышим, потому что я выдернул провода, потому что, как бы, провода я занял уже в другом проекте. Ну, и вот тут голоса. Мне бы вас коснуться слегка. Ну, и вот это, как бы, там общий микс уже записанный. Вот сюда вот. Так, это какая-то... Нет. Вот, ну и, соответственно, как бы, вот эта обработка, которая сейчас подключена в этот пульт, она висела вот на этих каналах. Ну, то есть, на каждый канал могу я вот эту обработку использовать. Еще у нас есть такой вот зум. В принципе, это то же самое. Ну, то есть, ревербератор, но тут еще есть какие-то там другие эффекты, типа флэнджера с хорусом, дисторшн, ротари и локодеры. Дополнительно, да? Да. Ну, то есть, это очень простой, как бы, дешевый эффект, но, собственно, за это и был куплен. Вот, его сюда. И, как бы, и внутренний у него процессор эффектов. Очень простенькие, но чистенькие эффектики. Вполне. Дополнение, да? Да. То есть, можно, как бы, здесь наложить, чтобы и там было, и они смешиваются? Мы просто не пользуемся, ну, плагинами совсем. Поэтому... А что-то звук... Не нравится? Нет. Ну, в принципе, пользуемся только компрессорами плагиновыми. Ну, потому что компрессора нет ни одного. Ну, здесь есть компрессор, конечно, но все-таки... Тланники. Вот он. Ну, я даже его не исследовал, потому что дилей важнее для нас. Поэтому, как бы, вот этот блок используется все-таки как дилей, а не как компрессор. Угу. Вот. Ну, то есть, компрессоров столько нету, поэтому приходится сжать, как бы, ну, плагинами. Ну, вот, и все. Ну, вот карта хорошая, мне бы очень понравилась. То есть, она недорогая, но уже профессиональная. Первый раз такую мото... Это фирма, да? Производитель? Да. Она... Старая или что? Да нет. Какие у нее особенности? Нет, нормально. Ну, у нее много... Ну, 8 входов, 12 выходов, в принципе. Ну, и хороший звук, удобный интерфейс, качественный. То есть, каким-то параметром... Ну, фантомное питание для этих самых, для микрофона. И ко многим параметрам есть доступ прямо, как бы... Ну, можно не лазить через софт. Там что-то настраивать, а как бы... Настраивать прямо с нее. Угу. То есть, вот мы записывали все, ну, как бы, все живые инструменты, возили там на репетиционную точку, записывали на нее. Она подключается к ноутбуку, довольно стабильно работает, у нее нет задержки, то есть, ну, как бы, скучно хорошо. Ну, и, в общем, небольшая для своих этих самых функция. Да. Так, дальше, что динамики, какие мониторы? Мониторы самые простые. То есть, это M-Audio, наиболее бюджетный вариант, M-Audio BX5. Но, как бы, вот BX5, они, как бы, лучше, чем BX8 сейчас очень. Да? А они низы не дают? Да. Ну, да. Но, вот да. Поэтому сабвуфер. Что за сабвуфер? А, и родной, и M-Audio. А, такой же как от них, да? Ну, да. То есть, в целом, как бы, они дают чуть лучше, чем BX8, но, ну, как бы, может быть, не так удобно. Все-таки сабвуфер такая здоровая хрень, и их отдельно надо настраивать довольно долго. Ну, чтобы удобно было. Ну, чтобы соответствие было таких басов. Ну, они больше дают по низам, да? Нет, у них четче верхи и середина, получается, в такой конфигурации. Ну, на мой взгляд. Вот. Но, как бы, это все, на самом деле, не высокого класса оборудования. Ну, понятно. А такая. Ну, лучше, чем бытовое. Но, как бы, там, не дженелик. Ну, дженелик просто дорого очень стоит. Ну, то есть, меня... И я не слышу настолько, чтобы, как бы, пользоваться. И мне этого хватает. Хорошо. Как бы, они не врут, и все. А, монитор наушники? Наушники. В наушниках я ничего не делаю. Это только, как бы, вокалисту, чтобы вокалисту, чтобы он себя слышал. Это, как бы, не помню, кто подарил. Это, наверное, Стас подарил наушники. Просто, чтобы был слышный голос, да? Да. Да. То есть, вон есть какие-то, там, антикварные наушники. Да, у меня, кстати, примерно такие же... Да? О, нифига, нет. Только русские были, нет? Нет. Филипс, ты чай. Видишь, у него громкость на каждый этот самый динамик есть. А она, правда, хрипит. Они работают? Да. Ну, вот эта, как бы, ручка громкости хрипит. Угу. А, вот. Вот. Ну, что ещё? Вот этот синтезатор очень хороший. Так. Ну, вот. Он выглядит, как майница какая-то. То есть, у него такие вот кнопочки смешные. В принципе, ну, то есть, у него как бы... Ага. Могуляцию. Это начало 80-х, да? Да. В принципе, ну, то есть, у него есть какая-то история, ну, серьёзная, у этого синтезатора, именно Yamaha DX. Ну, и конкретно DX7. Потому что, по-моему, это первый был синтезатор, который сделали японцы, который смог заменить Rhodes. Электроорган, который, ну, там, в три раза больше и в четыре раза тяжелее. Угу. То есть, это был очень компактный вариант электрооргана на тот момент, и он прям, как бы, ну, он почти у всех есть, не знаю, от группы телевизора звук ему, и там, у всех, особенно, ну, как бы, кто играл музыку, там, в 80-х, он есть у всех. Вот. Но ещё у него уникальность, почему до сих пор используется, у него FM синтез – это довольно сложная в оперировании, и непредсказуемая вещь, которая может давать, ну, frequency modulation. То есть, это, вот, у него, как бы, где-то есть семь генераторов, которые, и, как бы, по разным алгоритмам их соединяя, ты получаешь очень странные звуки. То есть, там звук пианино, допустим, ты на нём не получишь, но зато вот какие-то вот такие вот, как бы, космические, очень странные, да, и жёсткие эффекты, вот, ну, и у него очень мощный звук. Вот, но он, как бы, очень тяжёлый. Ну, и его на концерты, конечно… Хотелось бы возить, но, как бы, ну, это если был, там, допустим, клавишник, вот у него клавиша, он играет на этой клавиши. А у нас, как бы, оркестр из двух человек, поэтому, ну, нужно компактное оборудование. К сожалению, мы его возить не можем. Так, как они, тут, как на кнопки-то нажимать? Чё-то, как настраиваются? Ну, вот, как бы, о чёрте узнает. Вот, сейчас. Так, это мы уже звук изменяем. Потише его не сделаешь-то? Ну, можно. Как не знаю, потише всегда можно сделать. Так, а вот как нам выйти? По-японски заговорил, смотри. И звук пропал. Чё происходит? Иероглифы. Ага, а, вот его родные звуки. По-японски. Попал. «А зkeyпинифы» Но... Ага. Ага. Что. Анон roku. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший бас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, он выбирается. вот такая внутри попробуем что-то внутри он только по-японски разговаривает ну как бы не знаю что с ним происходит что это значит что значит 22 я думаю 22 инструмент а потом ты получаешь возможность оперировать вот тем что написано здесь через вот эти вот кнопки но точнее синтезаторами они мой какой-то звук был ой это очень странно задержки слушает вот в принципе одну то есть вот наши первые альбомы вот из таких вот вещей стали вдруг почему-то он начинает писать по-японски и петь вот такие вот песни и вот мы это записывали как бы составляли музыку вот и в принципе ну как бы у нас было много глючного оборудования почему тот заработал в общем вот так это вот эти две ручки это одновременно нет нет я не уверен даже что они должны влиять на что-то потому что никакой параметр не нужны эти должны влиять но кстати не влияют если может он сошел с ума не знаю может потому что вы тут как тут короче какие-то звуки в да когда когда мы слушали первые вот которые были похожи на настоящие инструменты вот это было с картриджа это вот без картриджа вот он вот так поет тем может это опять по-японски они это за окном сирен в общем вот хорошо ну вот вот этот ну тоже синтезатор просто он без клавиш ну к нему можно подключить заторный модуль и как он за и славиш нет он генератором называется тоже фэм синтез и к нему подключаются какие-то ну да можно подключить ну да можно медикламу на синтезаторы можно синтезаторы можно по меди им управлять с из программы то есть книг нему можно еще путь сов до прицепить но любой софт а смысле до секвенсор ну да любой секвенсор там программный железный вот ну вот мы цепляем к нему вот такую миди клавиатурку в принципе ну или там любую другую какая в наличии есть и вот выбираются инструменты мне тоже очень хороший звук ну такой мощный красивый особенно вот это красивый вот ну и на самом деле вот конкретно этот синтезатор знаменит своим басовым патчем который очень много можно где встретить вот очень часто им им пользуются то есть вот типа вот этот вот басовый патч c15 на yamaha tx 81 z это вот он как бы вот этим вот своим звуком знаменит на ночь хорошие конечно вот все собственно с ним все синтезатор вот это вот наш первый синтезатор то есть мама его одолжили вова денисов из группы pcp и как бы мы на нем пару альбомов записали потом он забрал и как бы недавно я совсем его купил потому что у него потому что за именно тот синтезатор потому что мне очень нравился звук и простота с ним обращение вот ну поскольку поскольку как бы он очень дешево продавался как какого он года примерно да это тоже старье не представляю если честно 80 или 90 я думаю это все восьмидесятые но этот наверно как конец 80 сейчас тут наверное наши звуки еще не наверное сохранились наши звуки которые есть там на первых двух наших пластинках он СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот только у него западают несколько клавиш, вот этот надо постоянно выдергивать. Ну, как бы, на концертах мы его, в принципе, не используем. А так, дома, чтобы можно было... Вот это вот. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А этот какого года? Ну, это всё должно быть старьё. Что, пишут они годы? Видишь, какие-нибудь... Неа, не пишут. Везде жопан. Только японцы дожили до этого времени. Ну, это можно в интернете посмотреть, какого они годы. Ну, я думаю, это всё 80-е. Ну, это, наверное, 90-е уже точно. Думаешь? Ну, не знаю. Мне кажется, так... Вроде более серьёзный какой-то. Ну, может быть, но мне кажется, это всё-таки конец 80-х. Ага. Так. Ну, и вот последнее чудо в технике. Поливокс. Ну, это какой? 70-й, наверное, да? Нет. Ну, вот на нём точно годы стоят. Цена 800 рублей. Да ладно. 82-й. Ну, в 82-м, блин, блин, как квартира стоила, наверное. 800 рублей. Нифига себе. Ну, да. Вот. Ну, то есть это грабина, конечно, ещё та, но вот он очень... Он такой же глючный, как вот этот вот. Вот. И на нём достаточно неожиданный результат можно получать. Ну, и мы использовали его как фильтр и генератор шума. Ну, то есть на последнем альбоме, то есть, ну, чтобы немножко... Он съел вот цифровое звучание синтезаторов. Угу. Вот. Мы их прогоняли через него. Больше аналог шума шума шума? Ну, да. Ну, как-то мягче звук становился. То есть я даже по-научному не могу объяснить. Ну, понятно. По ощущениям. Ну, как-то приятнее. Да, сразу становилось. Ну, вот. А всё остальное как бы... Подключить его? Главное? Нет. Трудно. Ну, то есть можно, но да. То есть это геморрой. У него как бы... То, что я тебе говорил. Ну, то есть у него уже нет выхода на джек. У него выходы вот такие вот. Вот. То есть ему нужен специальный провод. Вот. Который... Которого у меня нет. То есть он там через три переходника у меня подключался для альбома. И как бы... Ну, с тех пор я его не доставал. А вот эти... Что это инструмент есть? Ну, это вот... Да. Ну, это вот самое большое простое число. Кирилл очень любит. Такие вот инструменты. Всякие. Ксилофон или как говорится? Ну, металлофон, ксилофон. Вот. Ну и вот эти вот все трубы. Вот это мы использовали на концертах. Как они продемонстрировали? Ну, мы приезжали там в какой-нибудь город. Шли в этот... В детский магазин. И покупали там все детские музыкальные инструменты, какие могли. То есть он не работает, что ли? Да ладно. О. Вот. Вот. И как бы... Ну, такой мешок раздавали людям в зале. И они, чтобы они могли участвовать. Так сказать. Ага. И как бы... Ну, вот эти вот это... Типа... Выжившие. Угу. Где еще был пакет? Ну да. Вот они еще остались там. Сломали? Ну, нет. Которые вернули. Которые не это самое. Не забрали. Ну да. То есть некоторые поигрались и положили обратно на сцену. Некоторые унесли с собой. Ну, они как бы... Вообще не просили возвращать, но... Ну, вот все работает. Они активно принимали участие в записи предыдущего альбома. Ну, с эффектом это, наверное, нормально. Да нет. Зачем? Их даже записывать не надо. Это от чистой радости. Как обезьяны, кстати. Ага. Актуально. Наверное, мало кто об этом знает. Вот в этом факте. В смысле? Ну, то, что вы раздаете там. А, нет. Это часто используете? Нет. Это был вот как бы альбом, который назывался «СБПЧ Оркестр». Ну, это, собственно, как бы проект. И вот у него идея была такая. То есть, мы пока как бы ездили с программой этого альбома, мы часто такое делали. То есть, как бы каждый может участвовать. Там полуимпровизационная музыка, которая, ну, по большей части сочиняется прямо на сцене. Кирилл читает свои тексты и как бы весь зал участвует. Ну, как бы иногда получалось даже. Ну, иногда зал не позволял. Допустим, очень громкий звук. Это там свисти, не свисти. В эту дудку её не слышно. А иногда, если атмосфера получается, и все дудят. Шо получается. Вот. Ну, вот. Всё вот. Там педаль-то от барабана. Там рабочий барабан со стойкой и гитарой. А, ну, гитару ещё, ну... Как она вообще звучит? Как она подключается в бульту к этому? Ну, да. Просто в линию, как бы, гомбиков нет. Гитара по наследству досталась. Она из Нижнего Новгорода откуда-то приехала. Ты играешь сам, наверное, на гитаре? Ну, да. Это я играю в этом самом. В самом большом, в том числе. Ну, и так вообще сочинять удобно на гитаре. Угу. Вот. Понятно. Ну, на гитаре ещё не научился играть. Я хотел, но вот как бы не было времени. На гитару эффекты, да, ещё какие-то вешаешь? Да, нет. Нет. Нет? У нас, как бы... Ну, не то, что принцип, а, ну... Вот эффект лежит, но вот он никогда не использовался. Авердрайв. Угу. Не, ну, можно уже туда подсоединить через пульт. Ну, да, но... В общем, очень долго надо, ну, выстраивать звук гитарный, чтобы он через обработку хорошо звучал. Угу. То есть... Лучше пускай она будет чистая, с минимумом обработок, но как-то на ней играть интересно, то есть... Угу. При игре на гитаре у нас такие принципы. Угу. Стой. Не надо обрабатывать. Не надо обрабатывать. Угу. Угу.